дорогие друзья привет проекту батареи для электромобиля nissan leaf более полутора лет и за это время мы получили более 1200 запросов на предмет какую батарею купить в тех или иных условиях и уже произвели более 100 батарей официально поставленных клиентам на территории российской федерации и украины а в этом видеоролике я бы хотел вам дать некую инструкцию как же вам быть какую информацию получить и на что опираться в той или иной ситуации зависимости есть у вас машина нет у вас машины какой сок вашей машине какие пожелания по дальности хода у вас какой у вас бюджет может быть вы хотите бизнес построить используем наши батареи и на этот вопрос я вам тоже дам ответ поэтому полагаю этот ролик будет весьма интересный он будет насыщен ссылками youtube роликами которые мы ранее снимали на те или иные вопросы чтобы вы твердо знали что посмотреть чтобы получить конкретный ответ на ваш вопрос и после этого правильно принять решение с вами александр логинов компании энергоэлемент поехали из всех тех обращений которые мы получаем мы сделали в общем-то всего три категория людей которые делают запрос к нам на батарею первая категория это люди которые хотят уложить в определенный бюджет и там фактически мы подбираем решение но из того что имеем кстати тут много подводных камней и о них чуть позже расскажу вторая категория ребят которые звонят и говорят мне нужна оптимальная оптимальная дальность хода в этом случае мы тоже с ними прорабатываем решение и третья категория ребят бизнесмены таксисты и логисты которые прозванивают и прорабатывают бизнес решения в котором завязано в основном показатели связаны с окупаемостью и производительностью то есть тоже дальность хода окупаемость это на деньги но уже во времени так как они будут работать на этой батарее друзья в начале хотел бы вам рекомендовать некоторые видео которые увеличат ваш кругозор в этой тематике в тематике выбора батареи машины что с чем связано зачем когда и для чего мы делали первое видео которое я хочу вам порекомендовать это стоимость бу батареи как считать это очень интересное видео я там рекомендую пах подход инвестиционный в батарею который показывает что в ней останется стоимость после определенного ресурса владения времени владения это достаточно важно для вас второе видео это как купить электромобиль и не потерять деньги в этом видео я говорю о том на какие аспекты нужно и как обратить внимание при покупке электромобиля чтобы вы ну точно не попали на денежку потому что сейчас к сожалению огромное количество мошенничество в этой тематике уж слишком легко сделать 12 палок на приборной панели сбросить сох либо пробег скрутить у электромобиля следующие видео уже относятся более к nissan лифу связанные с мозга nissan лифа это то как работает электроника его управляющая какие в ней есть режимы и что мы с ней делаем чтобы она работала корректно после этого я рекомендую вам посмотреть видео сох или что скрывают производители электромобилей в этом видео я детально рассказываю почему вот эта черта 80 процентов стоит of health ресурса элементов имеет весомое значение что после нее кратно и быстрее падает ресурс батареи и чтобы вы не говорили видео и так далее на самом деле вот видео в котором ребята пишут какой у них сох и сколько они проехали нету ни одного лифа который проехал на одной батарее там 300 400 тысяч километров а это о чем-то говорит это говорит о том что ресурс конечен и в двадцать четверках тридцаток огромная статистика когда будет выходить из строя батареи это в районе там 100000 про проезженных километров плюс-минус зависимости от вашего стиля работы дальше ряд видео относятся уже к нашим техническим решением первое видео это ресурс элементов там мы проводим очень долгое тестирование более 6 месяцев мы тестировали элементы на ресурс очень жесткими параметрами заряда разряда это видео докажет вам что ресурс наших элементов очень хороши и например сороковка сможет спокойно проехать более 400 тысяч километров до падения емкости ну там 15 ну максимум 20 процентов конечно же опять же зависит от стиля езды далее обязательно посмотрите видео про модуль 3 версии на нем основаны все серийные решения уже основных батарей он продуманный 3 версия неспроста там очень много заложено правильных решений убедитесь что качество наших сборок очень хороши но и под конец видео про дополнительную батарею как она устроена какая в ней управляющая электроника это полноценная электроника у вас есть доступ через bluetooth к ней полноценный корпус как основа устанавливается и так далее разберем уже в частных примерах у вас машина в которой семьдесят пять процентов и больше стоит of health батареи и тут два варианта вам надо первое не обязательно далеко ездить хотите сохранить ресурс и второй вариант вам бы хотелось дальше ездить на электромобиль разберем первый вариант что вам нужно сохранить ресурс вашей основной батареи и это можно сделать очень просто с использованием дополнительной батареи там на 11 8 на 10 9 киловатт-часов она хорошо повлияет на именно ресурс основной батареи и у нас все допки в основном и берут как раз 80 плюс сох владельцы электромобильный nissan lift случае если вам надо значимо увеличить дальность хода машины моя рекомендация рассмотреть вариант продажи вашей основной батареи потому что у нее достаточно хорошая остаточная стоимость вы сможете на авито и и продать господину куда-нибудь в регион которому надо там 30-40 километров по городу ездить он у вас спокойно и заберет заплатить честно денежку и у вас появится некая стартовая подушка для например покупки сороковки либо тридцать пятки либо тридцатки на ваше уже усмотрение если у вашей батареи сох менее 75 процентов и вот это самый такой специфический момент моя рекомендация либо вы ставите основную батарею за какие-то деньги продаете на авито элементы может быть выручить из 1070 может быть 100 тысяч зависимости от того как договоритесь да и покупайте именно основную батарею вы получаете гарантию подогрев дальность хода все решения и так далее если нету бюджета на основную батарею моя друзья вам рекомендации продавайте это ли электромобиль ничего страшного в этом нет инвестируйте деньги в другой формат транспортного сфер средства но в этом случае вы удовлетворите свою потребность по дальности хода для тех кто хочет безмерно далеко проехать на наши батареи у меня супер крутая новость друзья мы оказывается будем делать не 58 киловаттную батарею а к сожалению сразу 65 киловатт на то есть плюс 7 киловатт мы подарим первым двум клиентам которые в третьем четвертом контейнере заказали у нас батарею и того у нас есть решение которое увеличивает на 9 сантиметров высоту батареи тем самым часть из них съедает из клиренса поэтому надо будет делать проставки в подвеске но и у естественно усиливать подвеску потому что вес ее будет весьма большой вы получать 65 честных киловатт-часов и сможете на них проехать 500 плюс километров это вот конкретно для тех кто хочет решение на одном дальность хода нету зарядок никого ничего туда 400 проехал переночит вал 400 назад спокойно за день день там до 1000 километров случае если вы располагаете возможностью быстрого подзаряда достаточно ставить сороковку она спокойно кушает ток но одну чедема в день она есть без проблем даже в жару в тридцатку вот видеоролик когда я это делал ничего страшно с ней происходит она достигает примерно там 42 44 градусов разогрева но это не страшно номинал 60 в принципе мы имеем хороший запас по температуре друзья для тех кто берет электромобиль с аукциона здесь важный по марка аукцион это неизвестность к сожалению огромное просто повальное количество людей которые звонят нам последние пару месяцев обмануты на аукционах вы видите фотографию что на приборной панели 10 может быть даже 11 палочек до черточек вы предполагаете что сох батареи большой на аукционе нигде не отображается данные по состоянию батареи однако покупаетесь привозите в россию начинаете ездить после первого же цикла оказывается что в ней 7 палочек и естественно понимаете что вы переплатили 200 300 тысяч рублей поэтому рекомендации по аукционам брать минимальной стоимости из-за разряженной слабой батареи достаточно неважно чтобы она 20 километров проехала либо выкиньте эти элементы либо если там есть какой-то сок продайте их там по 1000 рублей на авито 50 тысяч выручить считаете логистика вам бесплатная пор полностью окажется доставка до вашего города дальше наиболее оптимальный вариант это приобретение двадцать четверки либо тридцатки либо сороковки в зависимости уже от вашего требования к дальности поездки на одном заряде инфраструктуры вашего города зарядной и ваших личных предпочтений и бюджета соответственно если вы берете с рук то обязательно тестируете на емкость через лифт спай а лучше через че демо который визуализирует реальную емкость в ампер часах там в киловатт часах которая заложена в батарею и относительно этого уже принимаете решение покупать ли электромобиль да и после этого там что-то в нем менять основную либо добку либо что-то конвертики так далее друзья для тех кто хочет строить бизнес используя наших батарей а именно использовать их в такси либо в логистических операциях например в каких-то доставках а также в сервисных направлениях я знаю вот твердо что около шести процентах всех проданных сороковых это как раз ребята кто хочет заменить двс на электромобиль и тем самым долгосрочек экономить на стоимости владения и заправки электромобиль я сам хочу это сделать купить два электромобиля по вышеуказанной схеме с минимальным состоянием родной батареи чтобы заменить на сороковку с подогревом естественно с нашим и использовать бизнес решениях почему сороковка сороковка летом позволяет проехать до 300 она не требует изменения подвески она не требует никаких дополнительных вложений при этом зимой клиренс остается нормальный у нее очень хороший показатель дальности хода соотношение мотор емкость батареи тоже оптимальные 83 киловатта моторе 40 батареи 1 к 2 то есть она не претерпевает нагрузок она не перегревается конечно если вы поставить 65 киловаттную еще будет лучше но вот придется немножко заморочиться подвеской и там становится вопрос а какая у вас тогда сфера деятельности что вам надо в день там 800 например прорежать то есть в принципе шестьдесят пятка спокойно позволяет вот 800 в день может быть даже тысячу проехать скоро ее поставим будем тестировать обязательно подпишитесь на канал будем узнавать в итоге для бизнес решения отличный вариант именно сороковка с базовым подогревом получаете гарантию все катаетесь имеете в день спокойно можете делать одно че демо за ночь она остынет четыре градуса в час она остывает при 25 градусах все в этом плане нормально протестировано кучу отзыв уже есть друзья если вы хотите сэкономить то есть один вариант варианты связан с эксплуатацией батареи зимой например зимней эксплуатации батареи сороковки зимой ровно такая же как тридцатки с тепловым феном смысл в том что емкость батарея будет тратить только на передвижение и не будет тратиться на обогрев вы будете сжигать как бы топлива до чтобы греться в салоне но это экономически выгоднее по двум критериям во первых вы в начале меньше инвестируете денежку в батарею во вторых вы в комфорте там ездить опять же это в принципе выгодно для средних и дальних поездок если у вас сороковка вы еще больше будете получать вклада по дальности езды зимой от своего от своей машины если у вас тридцатка вы будете спокойнее ездить на дальнее расстояние да знаю что зимой вас вы не попадете врасплох потому что тепловой фен оригинальный ест до трех киловатт соответственно 1 час нахождение зимой в машине съедает там 10 процентов дальности хода электромобиль если 2 это 20 но это уже большие цифры в общем так можно сэкономить друзья на этом у меня все на всякий случай все ссылки видео и содержание этого ролика в описании находятся также есть наши все контакты ссылка на камеру на наше производство велкам обращайтесь пишите на все вопросы ответим поможем скоординируем всех вам благ покупайте только root лучшее решение для вас пока пока